Добрый вечер, в эфире новости ТВК, я Ольга Тепляшина и сейчас о событиях дня подробно. Мы начинаем выпуск с информации последних часов. По данным газеты «Известия», на материал, который ссылаются многие федеральные СМИ, в Сочи задержан генерал Федеральной службы охраны Геннадий Лапырёв. Его подозревают в хищении, а в квартире обнаружили 1 миллиард рублей. По данным издания, в Федеральной службе безопасности и в администрации Сочи в настоящий момент проходят обыски. Расследование якобы связано с распределением земельных участков под строительство олимпийских объектов. Мэр города Сочи Анатолий Пахомов проходит по делу как свидетель. Об этом, напоминаю, сообщили «Известия». Правда, вскоре после публикации этот материал с сайта был удалён. Добавлю, что генерал-лейтенант Геннадий Лапырёв является начальником управления охраны на Кавказе, ФСО России. И эту должность он занимает более 13 лет. Снял тонировку и, возможно, часть вины. Сотрудник ГИБДД сорвал тонировочную плёнку с «Мерседеса», владелец которого стал виновником ДТП в деревне Сухая. Напомню, в страшной аварии погибла семья из четырёх человек. Тогда родственники виновника аварии пытались откупиться. А накануне с автомобиля пропала одна из улик. Подробности в нашем сюжете. «Потом приехали, а тонировки нет и заинтересовались этим всем, и с Москвы, и прокуратура». Этот мужчина был очевидцем того, как с «Мерседеса» исчезает одно из доказательств вины его водителя – модная тонировка в круг. Он рассказывает, сотрудник ГИБДД среди бела дня начал снимать тонировочную плёнку с автомобиля, который значился как доказательство в деле о громком ДТП. Речь идёт об аварии в деревне Сухая. Напомню, 26 октября водитель «Мерседеса», 23-летний сын бизнесмена, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2114. От полученных травм все пассажиры ВАЗа, семья из четырёх человек, скончались. Официальная версия ДТП – водитель не справился с управлением, но есть и другие обстоятельства. Молодой водитель прав не имел и уже трижды попадался на этом. Очевидец считает, вместе с тонировкой с водителем могут снять и часть вины. Я пришёл на стоянку, мне сказали, что тонировку снимали сегодня, был как бы, ну, там, тип же большой, вот, что ещё там. Сказали, что с ГИБДД человек, Семильянов, как бы, снял тонировку и потом начал, как бы, фотографировать. О том, что виновник аварии может остаться безнаказанным, заговорили, когда стало известно, что родители попытались его откупить. Тогда пострадавшей семье предлагали дорогие машины и даже квартиру. Пропажа одного из доказательств может повлиять на ход следствия, считает адвокат потерпевшей стороны. Тонировка лобового стекла, как минимум, она имеет значение для определения квалифицирующих признаков состава преступления, так как ограничивала видимость водителя, то есть это должно было устанавливаться всё следственным путём. Ну, в настоящее время это невозможно уже сделать. Однако в Краевой полицию успокоили, что необходимые замеры уже произвели, и снятие тонировки никак не повлияет на расследование дела. Причиной же такого поступка сотрудника ГИБДД, говорят, был обычный страх. По официальной версии он забыл оформить тонировку на месте ДТП, и чтобы избежать наказания, решил пойти лёгким путём и просто снять её с чужой машины. В Главном управлении МВД России по краю была назначена служебная проверка, в ходе которой было установлено, что тонировочную плёнку снял инспектор ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Емельяновский, испугавшись последствий и наказания за то, что он не оформил данное нарушение, не зафиксировал его в результате оформления дорожно-транспортного происшествия. Сейчас расследование по факту ДТП продолжается, а вот сотрудники ГИБДД и его руководители уже привлечены к строго дисциплинарной ответственности. Как нам пояснили, это наказание от выговора вплоть до увольнения. Алёна Крашенинникова, Владимир Антонов, Александр Тропин. Новости ТВК. В Красноярске закончились лекарства, причём речь идёт о препаратах, которые получают федеральные и региональные льготники. Часть из них необходима людям больным неизлечимыми заболеваниями. Об этом говорят сами люди, которые на этой неделе не смогли получить необходимые препараты. В новости ТВК обратился Александр Хлебников. Мужчина рассказал, что у него четвёртая стадия рака, и химиотерапию он должен был начать ещё 7 ноября. Но лекарства не оказалось, и сказали ждать его только в декабре. Это рак. Это всё-таки не пальчик порезать, на него подуть и пройдёт. Я должен принимать его курсами. 14 дней курс, перерыв 10 дней. Ну, конечно, я себя чувствую не... Если я просто, может быть, выгляжу на него. Не очень хорошо, будем так говорить. Более-то они практически постоянно в печени. Метастазы в печени. И подними две вещи. И сделайте это. В крае не обеспечены необходимыми препаратами более 2,5 тысяч рецептов региональных и федеральных льготников. 16% из них – это рецепты на инсулин. В Министерстве здравоохранения утверждают, что нехватки препаратов нет. Каждый, кому необходимо лекарство, получит его, но, возможно, не сразу. Закон якобы позволяет отложить выдачу препарата максимум на 15 дней. Всем, у кого возникли проблемы с приобретением, советуют звонить по телефону горячих линий 8 800 700 303 и 222 0378. Это товар, который был закуплен на 2016 год. И он размещен, и он развезен по краю. Но, учитывая, что к концу года ситуация может сложиться таким образом, что на одной территории препарат выбран, а на другой территории есть его потребность, то товар перемещается. Это обычная практика, сложившаяся завершения года. Чем вызван дефицит лекарств и какие препараты еще могут исчезнуть, расскажет эксперт в ночных новостях ТВК. Поговорим и об импортных препаратах. Может ли наша страна окончательно от них отказаться? К чему сейчас так стремится? Присоединяйтесь к обсуждению и рассказывайте, пользуетесь ли вы российскими аналогами иностранных лекарств и что думаете о качестве нынешних медикаментов. Уже сейчас мы принимаем ваше мнение по этой теме на СМС-сервис 9020, в группу новостей ТВК ВКонтакте, или можно писать в Вайбер, Ватсап и Телеграм. Номер 8-923-165-45-00. Доходы россиян перестали падать. По крайней мере, в этом уверен первый зампредседателя правительства страны Игорь Шувалов. Более того, он заявил, что у некоторых доходы начали даже увеличиваться, а в следующем году это может коснуться всех остальных. Такое мнение он высказал на бизнес-форуме в Сингапуре. Он выразил уверенность в том, что самое тяжелое время осталось позади, банковская и финансовая системы страны стали значительно сильнее, российская экономика в целом, цитирую, приведена в рабочее состояние. Добавлю, что по данным Росстата, реальные доходы россиян непрерывно сокращаются ровно два года. Последний раз их рост в годовом исчислении был зафиксирован в октябре 2014-го. А вот эксперты Института социального анализа и прогнозирования в октябре сообщили, что зафиксировали в 2016-м году рекордное с 1999-го года квартальное сокращение расходов. Напомню, что о доходах красноярцев мы уже рассказывали на этой неделе. По данным экспертов, реальные заработки с учетом всех необходимых выплат просели на 9,5%. К штурму магазинов готовы. Сегодня в полночь по всему миру стартовала Черная пятница. То есть день огромных скидок до 90%. В этот день покупатели толпами сметают с полок не только телевизор и другую бытовую технику, но и товары, на которые раньше было жаль тратиться. Традиция Черной пятницы зародилась в Америке. Там очередь за огромными скидками занимали за сутки, ночевали в палатках возле торговых центров. В России праздник для шапоголиков начали проводить с 2013-го года. Но эксперты не советуют красноярцам рассчитывать на щедрость продавцов. Стилист Ирина Кузнецова предупреждает, что за большой скидкой чаще скрывается желание привлечь большое количество покупателей и сбыть залежалый товар. Накануне в ночных новостях ТВК она дала несколько советов шапоголикам. Можно на распродажах покупать нетленку, тоже недорогую нетленку, что я имею в виду, например, за белая черная футболка ХБ, она вам 100% пригодится, за белая рубашка. Либо наоборот классику, но которая не привязана ни к размерному ряду, ни к трендам. Если вы увидите черную хорошую кожаную сумку Шоппер, и она будет реально стоить дешевле, и вы это отмониторили, то можно ее купить, и она вам прослужит долго. Что происходит в торговых центрах Красноярска узнаем прямо сейчас. Много ли сейчас охотников за скидками, выясним у Виктории Столяровой. Она на прямой связи со студией из торгово-развлекательного центра «Планета». Вика, что в основном сегодня покупают красноярцы? Да, Ольга, сейчас мы находимся в торговом центре «Планета», и вы только посмотрите, оказывается, сколько у нас в городе шопоголиков. Речь идет не то, что о сотнях, но и о тысячах красноярцев. Все пришли сюда на Черную Пятницу, чтобы приобрести товары по шокирующим скидкам вплоть до 70%. На входе буквально несколько минут назад было настоящее столпотворение. Люди в дверях стояли по несколько минут, но вот уже пробка рассосалась, и люди идут за своими покупками. Что уже приобрели красноярцы, мы сможем узнать прямо сейчас. Рядом со мной стоят Алена, Алина и Настя. Девчонки, здравствуйте. Что уже купили? Здравствуйте. Мы купили платье, кофточки, юбочки. Шли с целью приобрести платье на Новый год. Цель выполнена. Скидки достаточно высокие. И самую большую мы видели, это 40, хотя заявлено, что до 70, но 70 мы не видели. Видели 40, сами взяли со скидкой 30%. Ну и в рублях это вам обошлось? 400 рублей. Платье купили за 400 рублей? Нет, юбка стоила, получается, 1300, обошлась на мне в 900 рублей. Ну вы как вообще оцениваете Черную пятницу? Это действительно ли сезон, день точнее таких вот шокирующих скидок, либо это просто такой пиар-ход, чтобы продать залежалый товар? Вообще, я не думаю, что залежалый товар, потому что идет скидка на весь ассортимент. Но это не в всех магазинах. В некоторых магазинах конкретно на определенные товары, конкретно на платье или только на новинки, а в некоторых полностью на все товары. Ну вы вообще уже все задарились или еще планируете что-то приобрести? Нет, мы уже домой. Домой? Если не секрет, с какой суммой сюда шли? Ой. Ну сумма была приличная, но мои девочки практичные и лишнего не покупаем. Спасибо большое, девушка. Я напомню, что традиция Черных Пятницах зародилась в Америке. Там заранее готовятся к этому дню, даже ставят палатки возле торгового центра. Ну вот у нас обошлось пока без этого и подробности я расскажу уже в ночных новостях. Пока у меня все. Ольга, по словам. Вика, это было прямое включение с торгового комплекса «Планета», где проходят большие распродажи и массовый шоппинг красноярцев. Следите ли вы за скидками и акциями и верите ли, что распродажи настоящие? Своим опытом выгодных покупок будем делиться сегодня в 20.30. Звоните по телефону 265-45-00, пишите смс на номер 9020 с пометкой ТВК, комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте или же отправляйте сообщения в Вайбер, Ватсап и Телеграм по телефону 8-923-165-45-00. Через 4 минуты в новостях ТВК в Красноярске устанавливают памятнику первому губернатору Юнисейской губернии Александру Степанову. И через 5 минут расскажем, где научат выращивать яблоки на Марсе и создавать индивидуальные ароматы. Оставайтесь с нами. В эфире новости ТВК мы продолжаем выпуск. Прыгнуть в поролоновую яму, испытать экстремальные ощущения на американских горках и исполнить детскую мечту покататься на венецианской карусели. Весело и интересно провести время всей семьей. Красноярцы теперь могут в первом закрытом парке аттракционов. Подробности в репортаже далее. 430 метров, которые взбодрят и лучше любого кофе – это первые американские горки в Красноярске под крышей, где можно кататься, невзирая на погоду. Очень круто, очень страшно и очень весело. Павел, Игорь, а максимальный вес какой? Нормальный, вы проходите. Первые приглашенные гости на перегонки сегодня тестируют аттракционы. Здесь их 12 штук – от экстремальных до развлекательных. Чудеса на виражах подойдут любителям острых ощущений, а легендарные лошадки – для мечтательных натур. Еще одна из так называемых фишек Мэджик Лэнда – это венецианская карусель. Они есть в Париже, в Праге, в Риме, да в любом городе мира. И, наконец-то, такая карусель появилась в Красноярске. Теперь у любого желающего есть возможность осуществить свою главную детскую мечту и прокатиться на лошадке. Ты погружаешься в эту атмосферу и забываешь вообще про все. И вот получается, что чувствуешь себя ребенком. Очень европейский, да, то есть для закрытого помещения, я думаю, это один из, наверное, ну, я в России такого не видел точно. Организаторы говорят, они пытались угодить всем – и детям, и их родителям. Помимо аттракционов здесь есть 29 батутов, 4 этажа с лабиринтами и игровая для самых маленьких – Мини-Град. Различные интерактивные аттракциончики, различные карусельки, все, что может быть интересно ребенку в этом возрасте, мы предусмотрели и, соответственно, таким образом упаковали эту зону. Для любителей же различных видеоигр, видеосимуляторов и вообще любителей аппаратов игровых, тут будет на самом деле рай, потому что их здесь больше 100 штук. Волшебной стране волшебных цен не обещают, но говорят, они будут средними по городу. Например, аттракционы от 140 рублей за билет, игровая зона от 150 до 200. Завтра и в воскресенье в Мэджикленде состоится официальное открытие. Начиная с полудня и каждые два часа здесь будет праздничная программа для всех гостей. Юлия Мавшич, Александр Трупин, Новости ТВК. В Красноярске начали установку памятника первому губернатору Енисейской губернии Александру Степанову. Монтажные работы стартовали сегодня в сквере на Копылово. По словам рабочих, их закончат в течение двух-трех дней. При этом открытие постамента, как рассказал один из скульпторов, запланировано только на начало декабря. Напомню, памятник Александру Степанову решили установить в нашем городе еще в 2014 году. По задумке авторов, памятник вылет из бронзы и вместе с пьедесталом имеет высоту чуть более 8 метров. Монумент привезли из Москвы. Его стоимость порядка 16 миллионов рублей. Средства выделены из краевого бюджета. Добавлю, что авторы проекта решили добавить шубу к образу первого губернатора края. Говорят, это логично, ведь Сибирь славится морозами. Первым и на нем мы остановились, потому что, ну опять-таки, в этом есть какая-то логика и здравый смысл. Ну и вот я уже повторюсь, она позволила мне содержание, знаете, усилить немножечко впечатление. Вот, произведение, как мне опять-таки кажется. Поучаствовать в химических опытах, создать свой аромат и узнать, как вырастить яблоки на Марсе. В МВДЦ Сибирь стартовала интерактивная научно-популярная выставка «Город открытий». Организаторы уверяют, заинтересуют даже самых маленьких. Чем сегодня удивляли красноярцев и когда еще можно будет приобщиться к прогрессу, расскажем в сюжете далее. Здесь тоже дадим попробовать. Все саряжаемся настроением хорошим. Зарядиться не только хорошим настроением, но и полезной пищей для ума красноярцев приглашают на самое яркое и масштабное научно-популярное мероприятие года – выставку «Город открытий». Проходит она в МВДЦ Сибирь в рамках Всероссийского фестиваля «Наука 0+,», который стартовал в Красноярске еще в сентябре. Это мероприятие – его кульминация. Очень нравится. У нас даже вот ребенку полтора года он для все реагирует. Смотрел открытие, он интересуется бабочками. Здорово. Главная цель фестиваля – привлечь и увлечь наукой самые разные категории посетителей. Начиная от маленьких зрителей и заканчивая взрослым населением. Чтобы они могли получить самую компетентную, самую нужную и правильную информацию о том, на каком уровне находится сейчас наука, как она влияет на нашу жизнь. Такие нововведения нас коснутся в будущем. Красноярцы сегодня делали сами духи, моделировали корабли, участвовали в различных опытах и добывали энергию. А на входе всех посетителей встречал вежливый робот-фотограф. Организовала научную выставку правительства края при поддержке норильского никеля. Виктор Телоконский сегодня сам побывал на всех площадках и отметил значимость таких мероприятий. Для нас очень важно, чтобы как можно больше молодых людей, как можно больше школьников и студентов были увлечены вот этим поиском нового. Так идет прогресс. Всегда какие-то особо пытливые, особо энергичные люди продвигали жизнь вперед. Но если вы еще не успели приобщиться к научному прогрессу, то сделать это можно будет еще в течение всех выходных. Тем более, что вход на фестиваль абсолютно бесплатный. Будет много всего интересного и удивительного. Мария Филипова, Николай Чистяков, Новости ТВК. В 20.30 предлагаю поделиться своими секретами выгодных покупок. Напомню, что сегодня во всем мире день распродаж Черная Пятница. Следите ли вы за скидками и акциями? И верите ли, что распродажи настоящие? Звоните по номеру 265-45-00, пишите смс на номер 9020 по меткой ТВК. Также комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте или отправляйте сообщения в Вайбер, Ватсап и Телеграм по телефону 8-923-165-45-00. Где и когда в Красноярске может открыться Макдональдс? И где можно будет встретиться с белыми мишками в это воскресенье? Расскажем в потребительских новостях. Макдональдс ищет место для ресторана в Красноярске. Накануне представители сети встретились с губернатором и рассказали, каким должен быть участок. Хорошая проходимость, круглосуточный подъезд и возможность обустройства парковки. Без этого Красноярск не получит разрешения на открытие. Есть уже несколько мест, соответствующих требованиям, но их держат в секрете. Молчат пока и продаты открытия ресторана. Ну а сейчас Красноярск остается одним из последних 15 российских городов-миллионников, в котором до сих пор нет этой сети быстрого питания. Медведь Феликс и его подруга Аврора приглашают красноярцев на праздник в честь Дня Белого Медведя. Мероприятие пройдет в парке флоры и фауны Роев Ручей в это воскресенье в час дня. В подарок виновники торжества получат ледяные тортики с рыбой, мясом и овощами. Традиционно поздравить белых медведей приедут те люди, которые не боятся холода – моржи. Они будут обливаться и купаться возле вольера белых медведей. Через три минуты в новостях ТВК о благотворительной акции в храме Рождества Христова. Через пять минут важная информация для метеозависимых людей в рубрике «Прогнозы МЧС». В эфире новости ТВК мы продолжаем выпуск. Суши с кишечной палочкой и золотистым стафилококком. Эксперты Красноярского центра стандартизации и метрологии проверили роллы «Филадельфия» от 12 фирм по доставке суши. Исследование проходило в два этапа. Сначала выяснилось, что практически никто из производителей не маркирует продукцию. На упаковках не указан срок годности, наборы привозят в обычных пакетах, а не в сумках-холодильниках. Затем роллы отправили на исследование в лабораторию. Оказалось, что в пяти образцах содержатся опасные микроорганизмы. В роллах от компании «Время суши», «Суши Тера», «Оригами» и «Цунами» обнаружены бактерии группы кишечных палочек. А в продукции «Мир суши» кроме кишечной палочки обнаружен еще и золотистый стафилококк. В норме микробиологические показатели у образцов от суши-рыбы, фудзи, Венеция, Якитория, таки, яр-суши и суши-куб. По итогам проверок информационные письма направляются фирмам-изготовителям в Роспотребнадзор, Минпромторг, Края и Службу по защите прав потребителей. Решение о наказании нарушителей принимают в контролирующих органах. Помочь нуждающимся и накормить голодных. В храме Рождества Христова стартовала благотворительная акция «Под крылом ангела». Как и чем можно помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выяснял Семен Кухтин. Масло закончилось, консервы закончились. Остались только сыпучие продукты. Вот рис, пшено. Наталья – одна из многих, кому помогают в храме Рождества Христова, не только духовно, но и материально. Так, за эту неделю она стала восьмой, кому бесплатно выдали полную товарную корзину. А это все, начиная от сахара и консервов, заканчивая чистящими средствами. Но продукты первой необходимости – лишь часть того, что получают от церкви страждущие. Когда ребенок родился, он хотел здесь креститься. Так и получилось, и поэтому мы сюда ходим. А когда ребенку пришлось сделать операцию, ее сделали, а средств на лечение не было. Мы пришли, обратились, и нам помогли, и весь список нам выдали лекарств. Старшая дочь пошла в школу, ей помогли, к школе сделали подарок, полностью канцелярия, все. Помогать в храме исключительно на пожертвования прихожан. И за год работы социальной службы акцию по сбору вещей и продуктов проводят уже в четвертый раз. Но сейчас помочь тем, кому в поддержке отказало даже государство, становится все сложнее. У нас сейчас очень тяжелая жизненная ситуация в нашей стране, то есть финансовая. И к нам пошел очень большой поток просителей. Люди обращаются, идут в храм. И первое, что они хотя бы самое необходимое – это продукты. Мы принимаем растительное масло, мы принимаем консервы различные, желательно мясные и рыбные. Крупы, макароны, сахар, чай. Кроме еды, необходима одежда, особенно детская, и памперсы. Правда, вещи принимают либо новые, либо в хорошем состоянии. Приносить все можно прямо в храм Рождества Христова. Сама акция стартовала сегодня и продлится еще два дня. Но желающим помочь в храме не откажут и в любой другой день. Семен Кухтин, Павел Тюкавкин, Новости ТВК. На выходных будет тепло, но метеозависимым людям стоит позаботиться. Здоровье ожидается магнитной бури. Подробнее об этом в рубрике «Прогнозы МЧС». На связи со студией заместитель руководителя главного управления по краю Валерий Терешков. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Действительно, предстоящая неделя будет весьма сложная. Днем мы ожидаем на следующей неделе от 0 до минус 8 градусов, в ночи 5 – минус 12. На неделе постоянно будет идти небольшой снег, метель. В воскресенье, 27 ноября, мы ожидаем потепление до 0 градусов. Вместе с тем ожидаем похолодания до минус 17 к пятницу. На автодорогах сильный гололед и снежный накат. Хотел бы предупредить метеозависимых красноярцев. Сегодня будет магнитное буря наблюдается до 5 баллов, а вот на выходных будет магнитное возмущение на солнце. Поэтому, уважаемые красноярцы, отнеситесь внимательно к своему здоровью. Хотел бы предупредить об опасных участках на автодорогах федерального значения. Сильный гололед и снежный накат. Так, например, сегодня возле Балахты случилась авария с несколькими фурами, и там перекрыта дорога. Около 30 машин с той и другой стороны находятся в заторе. Уважаемые красноярцы, будьте осторожны в направлении Козульки, Ачинска, Железногорска и Иркутска. Кроме того, из Анальи перекрыт участок дороги на партизанском районе. По городу Красноярску мы ожидаем в связи с упадением снегопада ухудшение движения. Только за сутки в Красноярскую службу 205 поступило около 300 заявок на скользкие участки дороги с просьбой о посыпке. Особо будьте внимательны, на 17 улицах они отражены на слайде. Поэтому в Израиле Красноярске при необходимости не выезжайте на своих машинах, подождите, пока коммунальные службы очистят дорогу. Мы ожидаем увеличения бытовых пожаров. В крае на 40% увеличилось количество пожаров, и количество погибших также не снижается. Поэтому напоминаем всем жителям, особенно частного сектора, проверьте состояние печей, не пользуйтесь самодельным обогревателем, не погружайте розетки. Ну помните, выход на тонкий лед весьма опасен. Рыбы на следующей неделе не будет. 2-3 балла у из 10 по прогнозу ловли рыбы. Поэтому соблюдайте максимум осторожности. По возможности не выходите на лед, дождитесь нормальных условий. Ну и кроме того, хотел бы предупредить Красноярске, что увеличилось количество остроэспирационных заболеваний. Более 9 тысяч жителей края обратились в больницу. Уважаемые красноярцы, смотрите прогнозы, о чрезвычайной ситуации на канале ТВК. До свидания. Это было включение из оперативного центра МЧС. Мы продолжаем выпуск. Что не тепло, то потоп. Жители дома номер 95 по улице Судостроительной заливают водой, расставивший снег, пробегают прямо в квартиры, потому что крыша не отремонтирована. Выносить воду приходится каждые два часа. Жильцы даже установили на чердаке детский бассейн. Люди рассказывают, проблеме не один год. В 2013-м, например, прямо в новогоднюю ночь из подъезда вынесли 24 ведра с водой. Обслуживает дом управляющая компания «Жилфонд» и там ответ один. Чем мы вам можем помочь? Да. Только вот сейчас полиэтиленом пока больше ничем. В «Жилфонде» пояснили. Авария произошла из-за перемерзшей ливневой канализации. Трубу прочистили, а в помощь жильцам отправили сотрудника. Вместе с пенсионерами он вычерпывал воду с крыши. И, похоже, бегать с ведрами придется еще долго. Капитальный ремонт тут планируют лишь в 2029 году. Если только его не начнут раньше, такое письмо «Жилфонд» уже направил в департамент городского хозяйства. Последнее предупреждение сработало. Автор проекта Екатерина Кашутчик вернулась сегодня в дом на улице Карбышева, где канализация затопила подвал, а запах проник во все квартиры и магазин на первом этаже. И там красная карточка нашей съемочной группе не понадобилась. Смотрите, как вы тоже можете решить проблему. Ну, наконец-то, дышится хорошо и внутри помещения, и снаружи. История на Карбышева 4А закончилась после шага номер один – обращения в управляющую компанию. Но если у вас есть похожая проблема и вам этот шаг не помог, используйте шаг номер два, пишите заявление в стройнадзор. Либо обращайтесь в Роспотребнадзор. Там должны приехать и проверить, чем неприятно пахнет у вас в подъезде. Не забудьте дать ваше последнее предупреждение. Екатерина Кашутчик, Александр Тропин. Новости ТВК. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем информационные вещания и готовы выслушать мнения телезрителей. Напомню, сегодня в Красноярске, как и во многих городах мира, стартовала «Черная пятница», день тотальных распродаж. Так вот, следите ли вы за скидками и акциями? Верите ли вы в то, что эти распродажи настоящие? И мы готовы выслушать ваш опыт выгодных покупок. Я напомню, что звонить нам можно по телефону 265-45-00 и также писать смс на номер 9020, комментировать в нашей группе ВКонтакте и писать в вайбер и ватсап по телефону 8-923-165-45-00. Есть звонок в студию. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Татьяна. Татьяна, ну вы сегодня-то пошопились? Ой, вы знаете, я не верю во все эти распродажи уже очень давно и удивляюсь тем людям, которые еще в это верят. Все это так надуманно. Сначала цены накручивают, несколько раз переклеивают эти ценники, а потом получается скидка. Вот я, например, в это, ну не верю. Я считаю, что предприниматели, ну мало будет работать себе в убыток, понимаете, да? Это просто, это просто вот взяли с Америки там что-то вот, а вот черная пятница, может быть у них там и есть такие скидки, но в наши скидки я не верю. И очень давно. Ну вот такое мое мнение. Спасибо большое. Еще один телезритель на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Светлана. Для меня распродажа – это рынок Крастет. Для моих денег, которые я пенсию получаю, 10 тысяч, я даже сапог себе нормальных не могу купить. Если покупаю, то на Крастет. А если покупать в магазине, это надо лазить в кредит. А для меня это накладно. Ну я стараюсь поддерживать все равно. Там где кофточку куплю хорошую на Крастет, где еще что-нибудь. Пытаюсь выглянуть не хуже других. Там полгорода, там чей-то люди одеваются. Среди на Крастет. А распродажи – это уже для таких, которые модно одеваются, вот им считается, что вот распродажи подешевле. Все это купить. Спасибо большое. Я напомню, что «Черную пятницу» сегодня активно обсуждают и в нашей группе ВКонтакте, и на нашем СМС-сервисе. Мнение пользователей анализировала моя коллега Мария Филиппова. Маша, что пишут телезрители? Оля, мнение пользователей сетей сегодня в большинстве своем сводится к одному, что «Черная пятница» в России – это сплошной обман. У нас сперва наценят процентов на 80, а потом скинут 50. Вот и вся выгода. Также пишут, что если есть хорошие скидки, то только на очень старые вещи. А вот в «Черную пятницу» за границу пользователи активно верят и обсуждают. И говорят, что если за рубежом люди неделями ходят и присматривают себе вещи к таким распродажам, а не знают, какая старая цена, а в сам день распродажи идут за конкретные определенные вещи, то у нас люди просто поддаются стадному инстинкту и приходят в магазин, не зная зачем, и сметают все на своем пути. И в связи с этим пользователи выражают надежду, что если к делу подойти с умом, то вполне можно сэкономить. Вот такие сегодня сообщения. Спасибо всем за звонки. На этом мы заканчиваем. К этому часу все новости подготовлены службой информации телекомпании ТВК. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»